Здравствуйте! Меня зовут Цыпкова Татьяна. Я хозяйка питомника обутилонов. И сегодня я приглашаю вас к нам на дачу, на которой расположены все наши растения. Обутилоны мне полюбились еще с детства. У моей бабушки рос огромный комнатный клён. Он был в несколько раз меня выше и занимал полгостиной. Он цвел оранжевыми фонариками и летом, и зимой. Еще в детстве я решила собрать огромную коллекцию обутилонов. Мое хобби выросло настолько, что размеров домашнего питомника просто не хватает. И на лето мы вывозим наши обутилоны на дачу. Сегодня я приглашаю вас в мой сад мечты и познакомлю вас, вполне возможно, для вас новой культурой обутилонами. Они бывают как комнатными, так и садовыми. Абутилон комнатное растение, которое широко неизвестно в публике. Сегодня я расскажу вам не только о том, как за ним ухаживать, но о том, как его правильно пересадить, обрезать, подкормить и спасти от вредителей. Готовы? Для обутилона в квартире подойдет практически любое окно, но я рекомендую выращивать эти светолюбивые растения на восточных, юго-восточных или юго-западных окнах. Но в умелых руках обутилон будет цвести и на северных окнах. Выберите для вашего питомца такое место, чтобы его крона была ярко освещена, а горшок был в легкой полутене. Тогда корневая не будет перегреваться, и ваше растение будет вас часто и пышно радовать цветением. Обутилоны известны водохлебы, поэтому летом их нужно будет поливать достаточно часто. Иногда полив может быть ежедневным. Если обутилон подсохнет, он сообщит вам об этом поникшими листьями. Но не стоит доводить растение до такого состояния. Поэтому я вам сейчас расскажу о двух критериях, которые подскажут вам, как понять, что обутилон нужно поливать. Обутилонам необходим умеренный полив. Что же такое умеренный полив? Мы об этом слышим часто, но никто не объясняет, как это на самом деле. Представьте себе махровое полотенце, которое вы отжали после стирки руками. Примем на веру, что это обильный полив. А теперь то же самое полотенце мы выжимаем в стиральной машине. Вот это и будет у нас умеренный полив. Сравнение может быть притянуто, но многим оно помогает. Обутилоны завидные цветыны. Они цветут с февраля и по ноябрь. Да-да, практически без перерыва. Поэтому таким растениям необходимы подкормки. Раньше я использовала минеральные удобрения, но они давали некоторые сбои, потому что минеральные соли при избытке в горшке осаживаются как на поверхности почвы, так и на корнях растения. На корнях растения они образуют непроницаемую корку и растение начинает голодать, хотя бы его подкармливается. Сейчас для подкормки абутилонов мы используем только органическое удобрение вермикофе. А когда абутилоны обильно и продолжительно цветут, добавляем немножечко минералки, которая содержит калий и фосфор. Смотрите, на абутилоны прилетела пчелка. Кстати, пчелы очень любят абутилоны. И в Европе даже выращивают абутилоны для того, чтобы с них собирали мед. А сейчас я вам расскажу об очень интересном и занимательном процессе. Он мною любим, потому что в нем рассоздается новая жизнь. Сейчас мы будем черенковать абутилон. Побеги для черенкования нужно брать вызревшие, не молодые. Если есть возможность, даже полудревесневшие. Но так как этот абутилон сформирован очень хорошо, мы ему сделаем небольшую косметическую формировку. Вот эта вот веточка вылазит до предела растения, и мы ее срежем. Так, одна веточка. Ну и еще одну веточку срежем. Вот эту пестренькую, красивую. Сейчас я вам покажу два способа укоренения абутилонов. Абутилоны можно укоренять в торфяных таблетках, а еще в смеси кокоса и вермикомпоста. Сейчас намешаем. Вермикомпоста и кокоса я беру одинаковое количество. Кокос нейтральный, но в нем нет никакой флоры. А вермикомпост как раз создаст нам благоприятную флору для укоренения череночка. Перемешиваем тщательно. Примерно до такой консистенции. Готово. Берем наш подготовленный грунт и пересыпаем его в стаканчик, в котором будет укореняться наше растение. Грунт должен быть хорошо увлажнен. Я уже заранее его увлажнила, поэтому мне сейчас поливать не нужно. Все очень просто. Берем бутилон со свежим срезом и помещаем его примерно на сантиметр в грунт. Чуть-чуть я придавливаю, чтобы растение не выпрыгнуло из своего нового временного домика. Вот да, вот видите, как оно делает. Этот готов. Второй способ еще более простой. Мы берем уже размоченную таблетку. Они обычно не размоченные, продаются такие, сплющенные. Помещаем ее тоже в стаканчик. В таблетках уже есть все необходимые вещества. И тоже заглубляем бутилончик буквально на один сантиметр, чтобы не выпрыгнуть. Практически готово. Осталось наши молодые растения, будущие растения, поместить в тепличку, чтобы листья не теряли тургор. Оставляем в таком виде на 10-14 дней. Так как емкость прозрачная, то вы скоро увидите маленькие белые корешки, которые проступят здесь сквозь таблетку, а здесь подойдут край стаканчика. Тепличку с растениями нужно поставить в хорошо освещенное теплое место. И не забывайте проветривать ваши бутилоны ежедневно. Буквально на 5 минут нужно приоткрыть крышечку и дать подышать растениям свежим воздухом. А через две недели вы увидите, как ваш бутилон дал новый корешок. Сейчас я вам его покажу. Когда растение укоренилось, нужно посадить его в грунт. Для этого мы достаем наш бутилончик, в данном случае с торфяной таблетки, аккуратно-аккуратно снимаем оболочку. Вообще, производитель таблеток говорит, что она не мешает. Но на моем опыте мешает еще как. Насыпаем в ту же емкость, в которой растение укоренялось, подготовленный грунт. Грунт все тот же, вермикомпост и кокосовый грунт. Помещаем сюда в таблетку. Таблетку я не разрушаю, просто ее здесь уплотняю. И подсыпаю вокруг, вот так вот аккуратненько. Ну вот такой простой способ. Чуть-чуть утрамбовываю по кругу. Все, растение готово. И в принципе, если корневая развилась уже хорошо, его можно даже не ставить в тепличку. Я рекомендую не рисковать и все-таки поместить его обратно в тепличку на 1-2 дня, чтобы растение адаптировалось к новым условиям. А что делать с молодым укоренившимся бутилоном, вы узнаете немного позже. Для того, чтобы посадить абутилон, нужно составить грунт. Грунт должен быть легким, влагоемким и питательным. Есть два способа составить грунт для абутилонов. Сейчас я расскажу об одном способе. Мы берем 4 компонента. Это биочар, кокосовый грунт, торф и вермикомпост. Вермикомпост обеспечит питательность нашей смеси. Биочар и кокосовый грунт обеспечат воздушность и влагоемкость. А торф будет базовой составляющей. Все очень просто. Всыпаем все компоненты в одну емкость. Биочар очень сильно пылит. Это его неприятная особенность. И тщательно перемешиваем. Для тех, кто не знает, биочар – это отсев древесного угля, который имеет мелкопористую поверхность. За счет этого поверхность самого маленькой частички биочара становится в разы больше. На этой поверхности задерживаются питательные элементы и влага. Вообще, при заготовке грунта я рекомендую использовать маску, чтобы не надышаться вот этой пыли. Вот наш грунт готов. А есть более легкий способ изготовления грунта? И об этом нам расскажет Екатерина, специалист компании МФК.Опоры. Мой опыт подсказывает, что для выращивания абутилонов мы должны использовать готовую почвосмесь, которая называется вермигрунт. Неудивительно, потому что вермигрунт содержит в себе 25% вермикомпоста или биогумуса, как больше известно у наших потребителей. Вермигрунт идеально подходит для выращивания абутилонов и других растений, как в саду, так и в комнатных условиях. Сейчас мы посмотрим, что внутри. Посмотрите, этот грунт такой же, как нам нужен. Он легкий, воздухопроницаемый и имеет хорошую структуру. Содержит биочар и вермикомпост. Как раз то, что мы с вами смешивали, создавая свой грунт дома. Этот грунт мы используем повседневно, сажая в него молодые и взрослые растения. А сейчас я вам покажу, как посадить абутилон в вермигрунт. Нашим абутилонам эта почва нравится. Итак, наш черенок укоренился. Теперь для его хорошего и быстрого развития нужно обеспечить два важных условия. Это свет и грунт. Почву мы выбрали, теперь выбираем для абутилона домик. Я беру вот такой горшочек. Можно выбрать пластиковый горшок, можно взять керамический. По сути, это не отразится на состоянии нашего растения. Здесь важен размер. Сейчас у нас растение находится в маленьком стаканчике. Здесь всего лишь 100 мл. Увеличивать сразу же до большого размера, к примеру, вот до этого, я не рекомендую. Потому что тогда корневая система не освоит весь объем горшка, почва начнет закисать и корни уже в нее не будут расти. Поэтому каждый раз последующий горшочек следует брать больше на 200-300 мл. У нас здесь 100 мл, мы берем 300. Итак, горшочек я уберу, потому что он мешает. Для посадки, как я и говорила, будем использовать вермигрунт. Для того, чтобы обеспечить доступ воздуха к корням, мы будем использовать дренаж. В качестве дренажа в данном случае я использую пенопласт. Пенопласт мне нравится, потому что он химически инертен, он легкий и им удобно пользоваться. А еще иногда корешки прорастают сквозь пенопласт, можно просто вот так вот разломить и освободить корешок, отпустить его на волю. После того, как мы положили пенопласт в горшочек, сверху кладем сеточку. Сетка обычная. Мы ей окна закрываем от комаров. Теперь я наполняю горшочек вермигрунтом. Первые порции положи в горшок. Я тщательно утрамбовываю. Уплотняю почву, для того, чтобы корневая система не сразу же ушла вниз, а распределилась по верхней части горшка, заняв его объем полностью. Подсыпем еще немножко. И теперь берем наше растение. Видно, что корешки уже готовы к пересадке. У нас растение здесь по высоте не помещается, поэтому нужно немножко отряхнуть грунт с корней, чтобы по высоте мы в горшочек попали. Делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить корешки. Все, вроде подходит. Да, хорошо получается. И теперь все свободное пространство я заполняю вермигрунтом. Сначала я его просто насыпаю вокруг. Насыпаю таким образом, чтобы сверху у нас остался примерно один сантиметр. Чуть-чуть попозже я расскажу, для чего это нужно. Теперь готово. И теперь мягко-мягко, аккуратными движениями мы пальчиком здесь утрамбовываем. Наше растение переехало в новый домик. Теперь у растения есть все необходимое для того, чтобы очень быстро зацвести. Абутилоны, в отличие от других цветов комнатных, зацветают очень быстро. Через 2-3 недели после того, как мы их пересадили таким образом. Когда абутилончик подрастет, ему нужен будет новый горшок. Следующий я рекомендую брать вот такого размера. А что мы получим через полтора месяца, я вам сейчас покажу. Такое красивое и уже цветущее растение. Абутилоны, в отличие от многих комнатных растений, начинают свести очень быстро. Через 2-3 недели после пересадки. А уже через месяц вы получаете молодое, красивое, цветущее растение. При выращивании абутилонов я использую один маленький секрет. В горшочек с растением я кладу червячка. Многие цветоводы и садоводы боятся дождевых червей. Они считают, что дождевой червь съедает корневую систему. На самом деле это не так. Дождевой червячок, который живет в горшке, обеспечивает наши растения естественными микроэлементами для его питания. При поливе комнатных растений водой из-под крана, почва постепенно засталивается. А червяк, который живет в нашем горшке, помогает нам с этой проблемой справиться. В процессе роста и развития иienneitched в виду проекта. необходима формирующая обрезка. На данном этапе все очень просто. Мы берем и защипываем макушечку. Теперь у молодого абутилона проснутся боковые почки, и растение получится пушистым. Сейчас я вам покажу взрослое сформированное растение, которое не нуждается в обрезке, и также взрослое растение, которое немного запущено. Его нужно будет кардинально обрезать. При обрезке абутилонов мы будем использовать те же принципы, которыми пользуются садоводы при обрезке декоративных плодовых культур. Все побеги, которые растут внутрь кроны, убираем. Вытянувшиеся и ослабшие побеги укорачиваем более чем наполовину. Очень часто меня спрашивают о том, как правильно обрезать абутилон. Важно не бояться резать, честное слово. Потом ваше растение отблагодарит вас бурным ростом и цветением. Веток много, все вытянулось. Ну что, одну я уже убрала. Давайте убирать дальше. Смело режем. Оставляю маленькие побеги. Заранее продумываю форму, которую примет мое растение в будущем. Вот эту крупную ветку мы будем срезать, как говорят цветоводы, на кольцо. Вуаля! Вот эта сторона на мое усмотрение готова. Хотя нет, вот здесь мы уберем веточку, чтобы боковые почки проснулись и пошли активно в рост. Теперь приступлю вот к этой части. Вот этот побег цветоводоводы бы называли волчком. В принципе, я бы его тоже удалила, потому что он забирает на себя много сил. Вот длиннющая ветка, ее тоже нужно убрать. Как раз здесь тронулась в рост боковая почка. Это очень хорошо, потому что она как раз формирует новую веточку. Многие цветоводы боятся обрезать растение глубоко. Не нужно этого бояться. Нужно резать смело. Растение потом будет красивым, я вас уверяю. И даже такие большие ветки я обрежу. Еще нужно обратить внимание, когда будете обрезать веточки, чтобы боковые почки лучше всего смотрели наверх или вбок. Я считаю, что растение готово. Срезанные побеги абутилона мы можем использовать для размножения абутилона зелеными черенками. Об этом вы уже знаете. А вот что получится из абутилона, когда пройдет 3-4 месяца. За прошедшие месяцы мой абутилон выпустил много новых побегов. Я их периодически укорачивала и прищипывала. Абутилон готов к бурному цветению. Видите, оно же на бутонах. Цвести он будет долго и пышно. В среднем цветение взрослого абутилона длится в течение 3-4 недель. Потом следует небольшой промежуток на отдых. Около недели закладываются новые бутоны и вновь абутилон готов к пышному букетному цветению. Сегодня мы говорили о комнатных абутилонах, о том, как правильно за ними ухаживать, как выбрать место и какие действия нужно предпринять для этого неприхотливого цветка, чтобы он радовал вас цветением все лето и всю зиму. Всего доброго и до новых встреч в питомнике абутилонов! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok